Какие страны Европейского Союза? Как правило экспортировали немало своих товаров и услуг. Поэтому есть экономический интерес. Конечно же санкции бьют не только по России, но создают проблемы и для тех стран, которые традиционно имели большие объемы торговли с Российской Федерацией. Это первая проблема. Во-вторых, конечно их тревожит война, может быть не прямо у их границ, но у границ Европейского Союза. И эта война уже создала огромные проблемы для Европы не только в экономическом плане, но и в плане проблемы беженцев. Несколько миллионов беженцев в Европе сейчас. Конечно наибольшее число в Польше, но большая нагрузка по беженцам на Германию. Во Франции может быть несколько меньше, но тоже есть наши беженцы, есть они и в Италии. И естественно это нагрузка и для бюджета Евросоюза. Это риски. Риски эскалации конфликта. Вот может быть больше всего их волнует. Даже не экономические проблемы, которые уже есть, не желание вернуться к тому, что было, когда можно было спокойно торговать с Россией. Я думаю, что сейчас, вот это тоже надо иметь в виду, очень многие, а уже не только эксперты, но и политики понимают, быстрого выхода из санкционного режима против России не будет. Не будет возврата к норме, это как вот у нас не будет возврата к прежним отношениям с Россией. Уже было это понятно в 2014 году, но какие-то отношения сохранялись, там частично торговля, какие-то личные отношения и так далее. Все-таки дипломатические отношения сохранялись, а сейчас уже очевидно, прежних отношений с Россией не будет уже очень долго. Не только тех, что были до 2014 года, но и тех, что были с 2014 по 2022 год. Вот и таких отношений уже не будет. Будет такая заморозка отношений. Ну, разве что, если в самой России ситуация резко поменяется в антипутинскую сторону, вот тогда, да, какое-то улучшение будет возможно. Но так, я думаю, что враждебные, отчужденные отношения между двумя странами, это уже перспектива как минимум на одно поколение. В Европе несколько другая будет ситуация, но Европа после того, что произошло с Украиной и вообще вот этой российской агрессии против Украины, она вынуждена будет сейчас перестраивать свою политику, в частности энергетическую. Вот как они ее перестраивали в свое время после так называемых газовых войн. И перестраивали очень специфически. В том числе, например, Германия согласилась на строительство северных потоков. Сначала первого, потом и второго. Они таким образом диверсифицировали риски газовых войн, уменьшали зависимость от конфликта между Россией и Украиной. А сейчас стало понятно, что проблема ведь не только в Украине или в конфликте между Россией и Украиной. Проблема в самой России. Поэтому надо уменьшить зависимость от России. И они уже это начали. Просто это, может быть, будет решаться не одномоментно. Но то, что они будут сейчас резко сокращать зависимость по газу от России, это, прежде всего, касается Германии. Процесс уже начался. Они уже начали строить новые ЛНЖ-терминалы, терминалы по приему жиженого газа. Начали искать поставщиков. И это не только Россия. Этим занимаются и другие страны Европейского Союза, у которых была такая зависимость от России. Ну и по нефти. По нефти тоже будут сокращать. Это не сразу. У некоторых стран очень большая зависимость. Особенно у Венгрии, Словакии, у Чехии. У Чехии по газу тоже. Хотя Чехии, в отличие от Венгров, они, понимая все риски, готовы идти на нефтяное эмбарго. Но, конечно, требуют переходного периода. Но так или иначе, эта зависимость энергетическая будет сокращаться. Это только вопрос времени. Ну и, может быть, того, насколько радикально это будет делаться. Или поэтапно и постепенно. В этом плане, я думаю, иллюзий нет. И то, что экономические отношения будут тоже сокращаться с Россией, это тоже очевидно. Сейчас в силу санкций. Но, тем не менее, все-таки, знаете, всегда есть желание, а вдруг получится вернуться к норме хотя бы частично. Вот вдруг нам все-таки удастся как-то разрядить, загладить все эти проблемы, противоречия. Ну и самое главное прекратить войну, чтобы вот снять эту проблему. Чтобы не стреляли пушки, не гибли люди. Европейцы всегда это очень тревожат, тем более, если это рядом с границами. Поэтому есть такой, я бы сказал, гуманитарный и политический интерес, в первую очередь, для прекращения войны. Есть экономический интерес. Он сейчас, так скажем, ограничен. Но все-таки есть понимание, что возврата не будет в полной мере к прежнему отношению. Но все-таки, а вдруг получится постепенно восстановить какие-то и нормальные экономические отношения. И, наконец, надо учитывать, когда звучат призывы к диалогу с Путиным от Макрона, от Шольца, от премьер-министра Италии. Это отражение давней европейской демократической традиции. Лучше диалог, переговоры, чем война и конфликт. Другое дело, что даже сами европейские лидеры уже понимают, ну не получится просто так вот наладить этот диалог. Вот у них все-таки есть, знаете, такой небольшой когнитивный диссонанс. Они действуют по инерции в отношениях с Путиным, как будто это отношения с нормальным политическим лидером. Но они уже видят, что они наталкиваются на стену. Вот Шольц об этом сказал. Он пытался убеждать Путина, что надо прекращать войну, иначе будут большие экономические и политические проблемы. На что он получает ответ «нет». Сейчас Путин не готов к никакому диалогу. Ответ простой, потому что Путин пытается решить проблемы, которые он сам создал в отношениях с Украиной, путем войны. Путин – машина войны. Путин – современный Гитлер. Это сейчас, мои слова, могут восприниматься как пропагандистские какие-то штампы, как установки какие-то политические. Но это реальная, к сожалению, ситуация. И в политическом, и психологическом смысле. Надо понимать логику действий Путина. Если он и готов договариваться, как говорят некоторые источники, то на таких условиях, которые нам неприемлемы. Это чтобы мы признали Крым российским, отказались от Донбасса. А теперь уже не только от Донбасса. Можно сказать с очень высокой степенью вероятности, что в случае возобновления переговоров Путин будет требовать отчуждения от Украины и сохранения под своим контролем оккупированных земель и на востоке, и на юге Украины. В частности, речь идет о юге Запорожской области и Херсонской области. То есть Путин будет стремиться сохранить вот этот сухопутный коридор от Донбасса до Крыма под контролем России. Естественно, для нас это неприемлемо. И вот здесь возникает очень противоречивая ситуация. Логика европейских лидеров понятна. Это скорее действительно вот такая традиционная, либеральная попытка урегулировать все мирным переговорным путем. Но теперь ответ может быть не очень популярный и не очень позитивный. К сожалению, именно на данный момент это вряд ли возможно. Продолжение следует...